Это, слышь, рыжий, ты когда без сознания упал, у тебя сигареты выпали. Я их подобрал и выкурил немного, ты не против? Да отравись на здоровье. Информация о сигаретах почему-то вызвала отвращение, так и брошу. Вот, возьми, что осталось. Лёшка протянул мне остатки пачки. До себя оставь, мне что-то не хочется. Вот подгон, так подгон, век не забуду и при случае отплачу хабаром. Волка мы застали, беседующим с Хмуром. Хмурый что-то доказывал, Волк эмоционально жестикулировал, как только мы подошли, их диалог прекратился. Оно и к лучшему, незачем мне слушать их трёп. Привет, бродяги. Я поприветствовал сталкеров. Ха, и тебе здравствуйте. Волк ответил за себя и Хмурого. Как самочувствие? Да, пока не умер. Шутишь, это хорошо, чем обязан? Или всё же решил пройти к МБ? А спасибо, я как-нибудь сам, вещи мои где? Сейчас Хмурый принесёт. Волк кивнул сталкеру и тот удалился в ближайший к нам подвал. Может, всё-таки подумаешь над моим предложением? А что тут думать? Я же сказал нет. Что непонятного-то? Или ты решил всё-таки меня угробить? Нет, и в мыслях не было. Закачал головой Волк. Тогда давай больше не возвращаться к этому вопросу. Хмурый как раз приволок мой рюкзак и автомат. Взяв свои вещи, я и Лёшка направились к костру. Возле костра сидел Жмых и пара новичков. Жмых жарил нанизанный на палочки кусок хлеба. Возле него на ящике лежала открытая банка тушёнки. Сталкер намеревался пообедать. Заблудился Сталкер, идёт по лесу, значит, и кричит. Люди! Аул! Эй, кто-нибудь! Вдруг его шлёп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, а? Сталкер, так я это, ну того, ну, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Ну, тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Да. Вот кончится, козра. Месяц гудеть буду, не меньше. И главное, девки, девки! Мы присели неподалёку, и я полез в рюкзак. Все вещи были на месте. Мой АПС и ПМ лежали в самом низу. Я достал Макарова, потом вытащил патроны к нему и протянул всё Лёшке. Его изумлению и радостью не было предела. Словно я дал ребёнку вожделенную игрушку. Ну ты, Эд, брат! Ну ты вообще! Лёшка начал задыхаться. Ты же можешь продать это... Эээ... Кивнул сам себе и принялся за свою трапезу. Высыпав патроны в карманы куртки, Лёшка начал хвастаться пистолетом другим новичкам и был крайне горд тем, что заимел оружие. Как ребёнок, ей-богу. Оставив ветерана в окружении новичков, я отошёл в сторону и присел на ящик. Не люблю я этот голдёж, который начал подниматься среди новичков. Да и одному всегда-то проще. И к тому же я состою в вольных сталкерах, которые по сути своей одиночки. И есть мне не хотелось, поэтому я просто закрыл глаза и облокотился спиной на стену, подставив лицо дуновением осеннего ветра. Нужно будет завтра пошариться по окрестностям, может и найду что-нибудь интересного. Да и посмотреть за этим жмыхом не помешало бы. Глядишь и научусь чему-нибудь. Что-то непонятное заставило меня открыть глаза. Как только мои веки поднялись, взгляд уперся в трубу дымохода. Я было только решил закрыть их обратно, как порыв ветра закачал дерево над тем домом, в чью трубу я уставился. Из трубы торчала ветка или росток нового дерева. Но что было странным, и ветер не имел над ним никакой силы. Хм, нужно будет залезть на крышу и глянуть что-то интересного. Вот только лестница, ведущая на чердак данного дома, за спиной у волка. Карниз у дома есть, значит, по нему можно добраться на крышу. Так сунемся туда ночью, когда свидетелей не будет. С этими мыслями я закрыл глаза. «Рыжий! Рыжий!» Зовущий меня голос был незнаком. Интересно, кому это захотелось меня потревожить. Я открыл глаза. Передо мной стоял парень, на вид которому было не больше 25. Паренек был пухловат, а на носу имел очки. «Ох, ты кто и какого хрена тебе надо?» «Я это, Шурка!» Улыбнулся пухлый. «И хрен тебе надо, Шурка?» «Я вот что подумал. Может, у тебя и для меня оружие завалялось?» «Ух, как интересно. Теперь все новички ко мне ходить будут или как?» «Интересно, что ты рассчитывал. Неужели действительно думал, что я дам тебе оружие?» «Ты... это... ты не подумай. Я не за бесплатно. Просто у местного торговца все очень дорого». «Ну так иди к волку. Пройдешь его курс и получишь автомат, в чем проблема-то». «Пройти курсы не получается». Паренек опустил голову. «Завалил я их еще на первом этапе. И детектор, который мне волк выдавал, тоже завалил». «Хм, как интересно. И чем же ты собираешься расплачиваться в таком случае?» «Я предложил бы тебе в долг, просто Сидор в долг не дает. А ты вон, Лешке, просто так ствол подарил. Думал, может, поможешь?» «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Если всем помогать, то хрен тут делать». «Ну, тоже верно». Шурка опустил голову, побрел обратно к костру. «Хм, а будут ли еще добровольцы на халяву ствол захапать?» «Любителей халявы и тут хватает». «Ладно, это все лирика. Нужно дождаться ночи и слазить на крышу, трубу проверить». С этими мыслями я вновь закрыл глаза. Внимание! В некоторых сценах может демонстрироваться курение табака и употребление алкоголя, содержащих продуктов. Курить не круто. Ну а пить не нужно. Нужно оставаться человеком. Дважды появ тушенки, я наконец-то дождался прихода ночи. Припасы почти на исходе, да и тушенка уже поднадоела. Нужно будет подумать и внести разнообразие в рацион. Утром схожу к этому сидору, посмотрю, чем барыжет. Потемнеть-то потемнело, и ночь полноправно вступила в свои права. Но сталкеры у костра не спешили расходиться. Да и волк был на своем посту. «Ладно, подождем, я терпеливый». Минуты стали тянуться еще дольше. Сталкеры у костра все сидели и распивали алкоголь, дотравили байки. Так продолжалось еще часа два. И вот когда дисплей моего КПК показал три часа ночи, сталкеры стали расходиться по деревне. Некоторые спустились в подвал, в котором не так давно отдыхал и я. Разбредались они недолго, минут пятнадцать. Волк пока еще стоял на своем посту. И вот последняя парочка сталкеров, сидевших у костра, поднялась и направилась почему-то в мою сторону. Это был Лешка и Швурка. «Рыжий, пошли спать!» Лешка зевнула. «Поздно уже!» «Да я уже выспался. Благо волк помог. Вы идите, я еще посижу. Посмотрю на ночную зону. Пошли, Лешка! Пусть сидит, если так хочет!» Швурка потянул друга за рукав. Развернувшись, сталкеры направились в подвал, оставив меня одного. «Странный он какой-то. Почему странный?» Лешка возразил товарищу. «Нормальный парень, просто одиночка. Как истинный вольный сталкер». «Мутный он какой-то. Помяни мое слово. Мы еще не раз услышим о нем. И не только хорошее». Почти все сталкеры разошлись по своим ночевкам. Остался только волк и я. Осталось дождаться, когда он свалит. Его свершилось чудо. Когда КПК показал 4 часа, волк отправился на боковую. Правда, спать он пошел именно в этот дом. Ладно, постараемся не шуметь. Выждав еще полчаса для верности, я направился к дому. Начинало светать, что мне не на руку. Я не думаю, что все отправились спать, кто-то должен был остаться для охраны лагеря, а то заходи и бери всех теплыми. Подойдя к дому вдоль забора, я решил выглянуть на основную улицу. Как я и предполагал, на обоих концах улицы стояли вооруженные сталкеры и несли дозор. В мою сторону никто не смотрел, и я полез по лестнице. Добравшись до карниза, сделал по нему несколько шагов. Карниз оказался прочным и выдержал мой центнер. С карниза я перебрался на крышу и пополз к трубе. В трубе лежал рюкзак, а та ветка, что привлекла мое внимание, была прикручена к нему изолентой. И что делать с этой веткой? Можно, конечно, ее прикрепить к стенке этой трубы, чтобы не бросилось в глаза, что кто-то спер рюкзак. Так, ну так и поступлю. Покончив с веткой, аккуратно спустился и побрел снова вдоль забора. Не стоит привлекать к себе внимания. Пройдя до конца забора, я обнаружил хороший кустарник. А вот тут-то я посмотрю содержимое рюкзачка. Присев в удобной точке, так, чтобы меня не было видно, с одной стороны меня прикрывал кустарник, с другой забор. А перед собой я вижу, и если кто-то пойдет, можно будет изобразить, что нужду справляю. В рюкзаке нашел хороший цифровой бинокль с функцией переключения в ночной и инфракрасный режим. Очень хорошо. Три банки гречневой каши с мясом и три банки перловой каши с мясом. Еще лучше. Вот и разнообразие рациона. Также мне достался счетчик Гейгера. Вещь, несомненно, нужная. Только здесь и так полно этой самой радиации. А он своим треском может привлечь ненужное внимание. Решив проверить бинокль, я забрался на остатки разрушенного дома, рядом с которым и находился мой кустарник. Рюкзак я забросил в него подальше, чтобы если кто и пришел сюда по нужде, просто так его не нашел. Ветки дерева, что росло за забором, доставали до остатка чердака домика и были весьма толстыми. Я перебрался на них, а затем к стволу. По стволу залез повыше и нашел участок, который не закрывали ветки и листья и примкнул к биноклю. Бинокль Сэм настроил зум, указал на наличие пяти животных, взяв их в рамки. Переключившись на ночной режим, я не увидел ничего нового. Пейзаж тот же, только в зеленых тонах. А вот инфракрасный режим показал, помимо пяти теплокровных животных, из земли поднимается теплый воздух. Нужно будет прогуляться и посмотреть, что там такого интересного. Вероятно, что в том месте, откуда идет этот теплый воздух, есть какая-то подземная хрень, и воздух выходит из системы вентиляции. Ведь если верить сталкерской энциклопедии над термическими аномалиями, не просто теплый воздух поднимается. Там жар стоит. Нужно будет аккуратно поспрашивать у местных, может кто чего и знает. Но только от новичков толка не будет, они сами нихрена не знают. Тут нужен кто-то посерьезнее. Волк? Ха, вряд ли. Опять начнет своими курсами мозги мне плоскать. Жмых? Тот вряд ли пойдет со мной на контакт. Кто тогда? Барыга? Может быть, но барыга есть барыга, он денег захочет, и не факт, что скажет мне правду, если сам знает Йог. В любом случае, к нему нужно прогуляться. Спустившись с дерева, я сел обратно на свой ящик, словно я не покидал это место. Сталкеры начали вылезать из своих нор в районе девяти утра. Я все так же сидел на своем ящике и кемарил. Не могу сказать, что я спал, скорее находился в полудреме. В таком положении меня изыстали мои старые знакомые, Лешка и Шурка. Я слышал о их приближении, но виду не подало. Пусть думают, что я сплю. Меньше знают, дольше живут. Рыжий. Ай, рыжий. Лешка осмелился потрясти меня за плечо. Ну и какого тебе надо? Зачем будешь? Я открыл глаза и повернул голову в сторону Сталкера. Разве ты не видишь, что человек отдыхает? Вижу. Я и позавтракать тебе хотел позвать. Мы сейчас кашу готовить будем. Мы это кто? Ты, Шурка или есть еще персонажи данного действия? Есть. Кивнула Лешка головой. Еще. Кнут, енот, фурункул, гвардейцы жмых. А это отличная компания. Может кто-то что-то и расскажет ненароком о покрестностях и о том месте, откуда теплый воздух идет. Вот ты знаешь, Лешка, это просто замечательная идея. Я позавтракаю с радостью. Пошли. Только вот такой вопрос. Ты тушенка не богат? А то мы все запасы съели. Мы? Вы что, кучкой держитесь? Ну пока да, кучкой. Здесь уже давно ничего не найти. Все исхожено, перехожено. Да и с оружием проблема. Единственный ствол из новичков только у меня и тот ты подарил. Вот и скидываемся на еду до сигареты. Но а как же КМБ, которое предлагает Волк? Ведь после его завершения он автоматы и патроны дарит. Те, кто прошел его КМБ, уже давно в отмычках ходят у ветеранов. А мы, так сказать, двоечники. Не прошли его. Скинув рюкзак, я достал две банки тушенки и протянул их Лешке. Я знал, что ты нормальный, чувак, и на тебя можно положиться. Спасибо. Подойдя к костру, где уже собрались остальные сталкеры, один из которых размешивал в казанке что-то, Лешка с довольным и гордым видом протянул ему банки. Выглядел Лешка так, словно отбил эти самые банки у стаи собак. Как минимум. Парень представился гвардейцем и ловким движением рук открыл банки по очередности и запустил их содержимое в котелок. От котелка начал разноситься приятный аромат, от которого у меня потекли слюнки. Покончив с готовкой, гвардейц неведомо откуда достал одноразовую посуду и разложил пищу порционально. Одну тарелку протянул мне. Как только гвардейц раздал тарелки всем остальным, сталкеры принялись с аппетитом уминать завтрак. Лишь жмых сидел чуть поодаль и жевал бутерброды. При этом как-то с прищуром смотрел на меня. Этот взгляд мне не очень понравился. Он словно меня оценивал. Как только мы покончили с трапезой, сталкеры принялись рассказывать байки про кровососов, черного сталкера-контролера, что засел на дереве и про самых ленивых людей в зоне. О том, что меня интересовало, я так ничего и не услышал. «А какие тут в округе аномалии?» Уставший от очередной байки спросил я. «Самое большое скопление аномалий в овраге и в туннеле под железнодорожной насыпью. Жмых после недолгого раздумья ответил на поставленный мной вопрос. «А термические аномалии встречаются?» «Встречаются, но только первые попадаются на свалке. Есть там одно место недалеко от барахолки, где техника стоит заброшенная. Вот там и поселились они. А тебе зачем?» «Да так местность изучаю». «Ну изучай, изучай. Ученые разум просвещают». Жмых снова кивнул сам себе, словно удостоверился в моих рассуждениях. «Значит, термических аномалий тут нет. Хотя и догадывался об этом, но уточнить никогда не помешает. «Значит, я действительно видел пара, не жар от жарки. Ладно, сходим посмотрим, что там такого интересного». «От, к Сидору еще не ходил?» Вопрос сталкера вывел меня из размышлений. «Не, не ходил. Да и что делать у торговца, если денег нет?» «Так он этот не просто торговец. У него еще и работенку можно взять. Как раз и денег подзаработаешь». Просветил меня жмых. «Спасибо за советы». «Э, ты рыжий, а давай вместе сходим за работой. Вдвоем-то нос подручнее». Лешка посмотрел на меня. «Стволы у нас есть. Глядишь, и заработаем чего». «Да, спасибо за предложение, Лешка, но давай с работой каждый самостоятельно будет разбираться. Ты, если хочешь, то иди, я тебя не держу. Но зарабатывать я буду самостоятельно». Смотря на меня, жмых снова кивнул сам себе, и на его лице заиграла легкая улыбка. «Мутный ты какой-то». Лешка обиженно поджал губы. «Тебе то помощь предлагают, то обучение, то работу, а ты все сам да сам». «Вот, видишь, Лешка, я тебе то же самое говорил, что он мутноват». Шурка поддержал друга. «Я с первых минут общения его так назвал. К нам подошел волк». «Так что?» «Ха, не только я это заметил». «Жмых, а ты что скажешь?» «Ну, мутноват, парень, мутноват. Со своей стороны вам скажу, что я его мутным сразу прозвал. Как только понаблюдал, за ним немного». «В общем, сталкер, нарекаю тебя мутным». «Так теперь тебя вся зона звать будет». «Забудь свое прозвище, с которым ты пришел сюда. Больше ты не рыжий, ты мутный. Дай свой КПК». «Дай свой КПК». «Я в сети тебя перерегистрирую и открою базу данных сталкерской сети». Я протянул свой КПК, жмых что-то там потыков, и понажимая, вернул его обратно. «Теперь на дисплее я видел не только карту, а и других сталкеров. Рядом со мной светились точкой волк, жмых и фурунку. Значит, эта машинка также показывает, кто есть в округе». «Хм, занимательно». «И что, прям все сталкеры в сети светятся?» «Уточнил я». «Ну и за исключением тех, кто перевел свой КПК в режим невидимки. Или попросту не имеет своего КПК. Но есть один датчик, хороший очень. Он всех показывает. Всех, кто в округе есть. Будь то сталкер или мутант». Просветил меня жмых. «И что это за приспособление такое чудное?» «Это датчик живых форм. Правда, стоит он дорого. Очень дорого. Далеко не каждый сталкер себе такое позволить может. И где же его купить такое сокровище, и сколько оно стоит?» «Купить его можно у ученых на Янтере. А вот сколько он стоит, я тебе не скажу. Или можно попытаться договориться с торговцем, чтобы он тебе достал такой прибор. Но стоить он будет дороже». Завибрировал КПК. Пришло сообщение, что в Припяти погиб сталкеру Юрий Семецкий. Пал от лап кровососа. Данное сообщение получил не только я. Жмых, Волк и Фурункул тоже смотрели на дисплеи своих девайсов. «Смотри-ка, Семецкий опять помер». Волк задумчиво почесал подбородок. «Как думаешь, жмых, к чему это?» «Да тут, на мой взгляд, все просто. Мы мутного в сеть ввели, вот за наивой приветствовало». «Что лично я считаю добрым знаком», – ответил старый сталкер. «Тут я с тобою согласен». Волк кивнул головой. «Это добрый знак. Но я не предполагал, что это связано с нашим новичком». «Ну, Семецкий помер не только ради новичка», – внес ясный жмых. «Просто у нас так совпало на Юпитере. Может, кто в вылазку за артефактом собирается. На Янторе за мутантом пошли. Да множество вариаций. Рично я считаю, что смертью Семецкого зона дает добро сталкерам на их задумки. А в нашем случае она его не просто поприветствовала, а отметила для себя». «Вы так говорите, словно зона живой организм, а не территория отчуждения», – вклинился в беседу я. «Ох, тебе, мутный, еще представится возможность убедиться в этом и не один раз», – с горечью подметил Волк. «А кто такой этот Семецкий? Как я понял, из вашего разговора он уже не первый раз умирает». «Что есть, то есть». Жмых вынул из кармана трубку и небольшой сверток, развернув который, засыпал содержимое в трубку и закурил, наполняя воздух запахом табака. «Это... это не просто сталкер, как ты или я. Это... нечто иное». Затянувшись, жмых выпустил клуб дыма в воздух. «Это некое порождение зоны, ее злая шутка над примитивностью людей и их скудоумием. Был такой сталкер Юра Семецкий. Удачлив был. Артефакты собирал, да ученым их продавал. Но вот как-то захотелось ему нечто большего, и он отправился в центр зоны искать исполнитель с желаний. Загадочный монолит. Нашел он его и загадал вечную жизнь. Вот только кристалл тот выполнил его желания по-своему. Теперь Семецкий чуть ли не каждый день умирает, и сталкеры считают это добрым знаком. И теперь, если соберешься куда? В рейд, например, или за частями мутантов, и придет сообщение о смерти Семецкого, знай, что все пройдет гладко». Оставив сталкера у костра, я решил прогуляться до того места, где ночью я видел идущий из-под земли пар. Выйдя из деревни, скинул автомат с плеча, взял поудобнее и положил палец на спусковой крючок. Кто знает, что меня ждет. Внимание! В некоторых сценах может демонстрироваться курение табака и употребление алкоголя, содержащих продуктов. Курить не круто, ну а пить не нужно. Нужно оставаться человеком. Забравшись на холм и побродив по нему довольно длительное время, я так и не смог обнаружить место, откуда выходил этот пар. Включать бинокль в инфракрасном диапазоне не имеет никакого смысла. Сейчас довольно тепло, и я вряд ли что-либо смогу обнаружить. Ладно, повторим ночную манипуляцию. Только нужно будет поточнее отметить место выхода этого пара. Вот прям нутром чую, что там меня ждет что-то интересное. Ладно, чуйка-чуйкой, но пора уже осваиваться. Не для того я сюда приперся, чтобы в лагере сидеть. Сидеть я мог и на работе. Нужно прогуляться к этому туннелю и посмотреть, что там такого творится страшного, раз там люди как мухи мрут. Доставкой пока я сверился с картой, как оказалось, до данного туннеля идти не так уж и далеко. Чуть меньше километра. Прогуляемся. Как раз можно будет посмотреть, что там за народ такой, посмевший забрать единственный безопасный проход. Спустившись с холма, я направился вдоль оврага с аномалиями и той злополучной цистерны, возле которой нашел труп бандита. Нужно держать ухо востро, я же помню пять тепловых сигнатур мутантов. Взяв свой АК поудобнее, я направился в сторону туннеля. Метров через пятьсот мне попались три трупа местного зверя. Интересно, чьих рук это дело? Впереди уже виднела железнодорожная насыпь с аномальным туннелем. Не подходя сотни метров до насыпи, располагалась некая одноэтажная постройка из кирпича. Я направился к ней. На карте КПК данное строение обозначалось как старый элеватор. Странно, это строение не похоже на элеватор. Может, я что-то не понимаю. Непосредственный элеватор находился за этим строением, а само строение напоминало больше подобие гаража для нескольких грузовых машин. Я прислушался, и из гаража не доносилось ни звука. Войдя внутрь, я обнаружил станки старого УАЗа, в простонароде, именуемом как Буханка, и пары ящиков рядом. В ящиках ничего не было. Все ящики были с оторванными крышками. Гараж был построен в форме буквы Г. Повернув за угол, я обнаружил еще один труп мутанта. Да, не повезло сегодня собачкам. В сталкерской энциклопедии данные о особи значились как слепые псы, от рождения не имевших глаза, но с обостренными другими чувствами. Также данные мутанты имели местами облезлую шерсть, и в тех местах, где шерсти не наблюдалось, были большие гнойные образования. Вонь стояла жуткая. Кто же убил тебя и трех твоих собратьев, что мне попались ранее? Ответ не заставил себя ждать. Чуть дальше из-за груды какого-то хлама торчала нога в кроссовке. Такая же обувь была и предыдущего трупа, что я нашел. Подойдя ближе, удостоверился, что труп принадлежит бандиту. Рядом с трупом лежал пистолет с глушителем, очень сильно напоминающий ПМ, если не ошибаюсь. Данный ствол называют ПБ, вроде так. Рюкзака у бандита не было, а в карманах я смог найти только один запасной магазин к пистолету. Левая рука в его куртке немного топорщился. Пробежавшись пальцами по рукаву, я нащупал нечто твердое на предплечье бандита. Задрав рукав, я обнаружил, что к предплечью пристегнут самодельными ремнями нож, который покоился в ножнах. Отстегнув ремни, забрал себе находочку. Жмурутое оно уже без мазы. Сунув найденное в рюкзак, я отправился к элеватору. Состояние элеватора оставляло желать наилучшего. Одна из его стен полностью отсутствовала, а в противоположной зияла дыра. Славно через него кто-то проехал на танке. Внизу делать было нечего, и я поднялся по лестнице наверх, на уровень второго этажа. Как это называется непосредственно в элеваторе, я, к сожалению, не знаю. Ну, а может и к счастью. Забравшись на крышу и достав бинокль, я огляделся, ничего особо примечательного я не обнаружил. За исключением пяти бандитов, что охраняли проход через насыпь. Когда-то там была дорога, ведущая на северо, но сейчас там стоял экскаватор, и лежала пара товарных вагонов, упавшие с моста, который был перекинут через дорогу. О чем также свидетельствовали остатки состава по обе стороны насыпи. Сам же мост был разрушен. В бинокль я смог разглядеть, как коррозия начала превращать рельсы в ржавый металл, а на крыше маневренного локомотива, оставшегося доживать свой век, брошенным на этой насыпи разыгралась электра. Спустившись с элеватора, я направился к туннелю с аномалиями. Треск электр был слышен за версту. Помимо электрических аномалий, данный туннель облюбовал еще и жгучий пух, гроздьями свисавший на входе в туннель. Сталкера у костра не обманули. Трупов тут было предостаточно. Я смог насчитать шесть обугленных тел в самом начале туннеля. Бедолаги погибали быстро. Неужели так сложно пройти через бандитов, и приходится лезть сюда, понимая, что погибнешь? Этих безумцев не останавливает даже тот факт, что тут уже лежат трупы таких же безумцев. Понаблюдав за аномалиями, я смог заметить, что они периодически затухают и затухают друг за другом. Хм... Если понаблюдать подольше, то может получиться вычислить коридор. Но наблюдать будем не сегодня. Начинает вечереть. Пора возвращаться в деревню и немного отдохнуть. Да и не проспать ночную вылазку к месту выхода этого пара. Вот как чувствую. Идти нужно именно ночью. На обратном пути возле оврага с аномалиями крутился какой-то сталкер. Присев в кустах, дабы не палиться, я достал бинокль и стал рассматривать человека. Это оказался не кто иной, как жмых. Жмых достал детектора, поводил им в разные стороны, потом из мешочка на поясе начал доставать болты и провешивать ими себе дорогу. Понаблюдаем. Так, для общего развития. Посмотрим, как опытные сталкеры артефакты ищут. Хотя я откуда-то знал, что в данном скоплении аномалий ничего нет. Интересно, а откуда у меня такие познания? Жмых побродил в овраге не менее получаса и вышел ни с чем. В задумчивости почесал подбородок и отправился в лагерь. Посидев в кустах еще минут десять, я вылез и направился следом. Интересно, а почему такой опытный сталкер, как жмых, который ранее брал себе учеников, отирается на кордоне? Можно сказать, на окраине зоны. Ведь сами сталкеры говорят, что здесь ловить-то особо и нечего. А может, стоит спросить его напрямую. Хотя он вряд ли мне ответит и, скорее всего, просто пошлет, чего мне не хотелось бы. Думаю, что нужно понаблюдать за ним. Гляди, с чего я узнаю у опытного. За этими мыслями я добрался до лагеря. Возле костра все так же сидели новички и рассказывали друг другу очередные байки и истории. Слушать в очередной раз эти бредни мне не хотелось. Поэтому я отправился сразу на свой ящик. Оперевшись спиной на стену, я закрыл глаза, готовясь немного подремать. День уже начал клониться к закату, а ночь у меня будет плодотворная. Но, во всяком случае, я на это надеюсь. Лишь только мне удалось уснуть, как Лешка беспардонно меня разбудил. Эд, мутный, ты есть хочешь? Что, опять тушенка понадобилась? Не открывая глаз, прорычал я. Да есть такое дело, мы снова кашу варить собираемся. А с тушенкой у нас напряженка, сам знаешь. Открыв глаза, я с прискорбием обнаружил, что у меня осталось две последние банки. Значит, нужно будет идти к барыге. Но это позже. А пока я протянул Лешке банки и закрыл глаза снова. Сон не шел. Лишь легкая дремота, которая вновь оборвал без всяких либо церемоний Лешка. Ты постоянно меня будить собираешься. Открыв глаза, я уставился на сталкера. Я это тебе поесть принес. И Лешка протянул мне тарелку с кашей. От одного вида пищи у меня заурчало в животе и я принял тарелку. Спасибо, конечно, но давай на будущее договоримся, что если ты меня еще раз разбудишь, то я прострелю тебя колено. Улыбнулся новичку во все свои тридцать два. Ну так я же это поесть тебе принес. Растерянно протянул Лешка. Ну да, до этого разбудил ради тушенки. И давай так, это было в последний раз, когда я дал вам что-то. В дальнейшем на меня не рассчитывай. Добывайте еду сами. Меня ваши стадные движухи ни разу не привлекают. Лешка ушел обиженно, поджав губы. Ну и ладно. Может, все-таки поймет когда-нибудь, что все зависит только от тебя, а не от стада, к которому ты примкнул. Так или Диши не будет больше тушенку выпрашивать. Проводив сталкеров взглядом, я в считанные минуты употребил пищу и откинулся на стену. Больше меня никто не тревожил. Когда открыл глаза, КПК показывал три часа ночи, самое оптимальное время для осмотра окрестностей. У костра уже никого не было, лишь волк одиноко стоял на своем посту, ну и те два сталкера, что несли свои дежурства на входе и выходе с территории лагеря. Аккуратно, стараясь не привлекать внимания, я пробрался к забору, а потом к разрушенному дому. И вот я снова на дереве включив инфракрасный диапазон бинокля, рассматриваю окрестности. Но сегодня я ничего не обнаружил. Пар нигде не выходил. Уж было собрался слазить со своего дозорного места, когда меня донесся слабый звук, похожий на легкое шипение. Я вновь прильнул к биноклю. Ничего, и лишь когда шипение повторилось, я смог ловить тепловую сигнатуру, выходящую на поверхность пара. Отлично, место я приметил. Ночное видение бинокля очень хорошо показало местность, куда нужно идти, пастись. омрачило мои намерения прогуляться неизвестно откуда взявшиеся стадо мутированных кабанов в количестве семи штук. Ладно, понаблюдаем. Воевать в одиночку со стадом мутантов, да еще и ночью не намеревался. Это был проигрышный вариант. Но что мне сыграло на руку, так то, что пастись не стали именно в том месте, где из земли был выход этого пара. Отлично, найти это место будет еще проще. Они там что не сидят, то вытопчут. Довольный ночными наблюдениями и предвкушением завтрашнего дня, я вернулся обратно на ящик и, облокотившись на стену, закрыл глаза. Внимание! В некоторых сценах может демонстрироваться курение табака и употребление алкоголя содержащих продуктов. Курить не круто, ну а пить не нужно, нужно оставаться человеком. Проснувшись утром, я первым делом посмотрел на костер. Сталкеры уже начали стягиваться к месту своего времяпрепровождения. Возле костра уже сидел и Лешка и Жмых, Жмых жевал бутерброды, а Лешка ковырялся палочкой в углях, шебуршил их. Периодически Лешка бросил взгляды на бутерброды своего соседа на то, с каким аппетитом он их поглощает. Прызка в рюкзаке я выудил на свет две банки с кашей, одну с гречкой, другую с перловкой. Гречку решил отдать Лешке, а сам позавтракать перловкой. Я не особо любил гречку. Там за периметром я ел-то ее не чаще одного раза в полгода, но чувствую, что здесь мне придется пересмотреть свои гастрономические предпочтения. Приятного аппетита! Я поприветствовал опытного сталкера, а Лешке протянул банку с гречкой. Это и тебя касается. Как? За что? Лешка был немало удивлен поступком. Ты же это сам вчера сказал, что больше не дашь нам тушенки и просить не стоит. Вот именно просить не стоит. Это просто жест доброй воли. Не могу смотреть на то, как ты смотришь на бутерброды. Ну, спасибо, так спасибо. Лешка, вскрыв консерву, начал уминать содержимое. Та, разогреть. Я положил свою банку в костер. Жрать очень хочется, с набитым ртом сказал Лешка. Наши припаши закончились. Сначала прожуй, потом говори. Жумых сделал замечание новичку. Где твои манеры? Эх, может не отвечать. Это риторический вопрос. Махнул рукой старый сталкер. Выковыряв свою банку из костра, стал ждать, пока он немного остынет, и можно приступать к пище. Знакомые баночки. Жмых посмотрел на меня. А я это думаю, кто мой тайник нашел? Ну, раз ты нашел, значит, я плохо спрятал. Впредь буду умнее. Как бинокль. Добротный. вернуть? Спокойно спросил я. Нет, я спрятал, ты нашел. Что нашел, то твое. Здесь так принято. Да, из ценного там был только бинокль, ну и счетчик еще. Вещь нужная, ну, как по мне, не очень полезная. Себя треском можно выдать. Я тоже так подумал. Кивнул я старику. Раз он тебе не нужен, так сходи к Сидору и продай его. Много он, конечно, не отвалит. Максимум пару сотен. Ну, или поменяю на что-нибудь. Думаешь согласиться? Фу-ху, конечно согласиться. Тебе много за него не даст, но продаст потом в три дорога. Усмыхнулся жмых. Спасибо за совет. Прогуляюсь до вашего барыги. На тушенку и поменяю. Улыбнулся я сталкеру. Ел я не торопясь. Банка хоть и остыла немного, но каша была горячей. Лешка успевший проглотить свою порцию жадностью смотрел на меня. Видать не наелся. Но ничего, голод не тетка. Жрать захочет вспомнит за каким хреном в зону полез. Не все же время у костра сидеть. А если сидеть то хер ли тут делать. что привело его сюда. Пока я ел и размышлял к костру начали подтягиваться и другие сталкеры. Последним пришел гвардеец и водрузил казан на огонь. Порывшись в рюкзаке выудил пол пачки гречки. Все ребята это последнее что у нас осталось. Нужно что-то подумать к вечеру. Есть идеи? Во по глазам вижу что Лешка что-то придумал и хочешь выскаться. Я тут подумал на досуге над словами мутного. Начал мямлить Лешка. Затем уверенно вскинув голову твердым голосом добавил Я более не с вами. Отныне каждый выживает по-своему. Как же так? Шурка восклицательно посмотрел на своего товарища. Так вот всплеснул руками Лешка. Ты посмотри на нас. Мы сколько тут месяц? Может и больше а толку? Дальше лагеря не ходили. На пожрать скидываемся чем можем. А если не можем идем попрошайничать. Кто чем может тем поможет. Я так больше не хочу. Ты посмотри на мутного? Лешка кивнул в мою сторону. Парень в зоне еще неделю не провел. А уже автомат есть. И хавка имеется. И тайник нашел с оборудованием. А мы что? Мы только сидим и байки травим. Не за этим я сюда приходил. Не за этим. В общем я свое мнение высказал. А вы поступайте как знаете. Оставив товарищей у костра Лешка отправился за территорию лагеря в направлении обитания барыги. А в общей дискуссии в связи с Лешкиным уходом я участие не принимал. Оно мне не надо. Хотя нужно заметить, что обсуждение было бурным. Шурка был согласен с Лешкой. Но Кнут и Фурункул не поддерживали его точку зрения, апеллируя тем, что поодиночке загнуться проще и нужно держаться вместе. Дескать так проще и легче. Гвардеец же молча помешивал свое варево в котелке. Покончив с трапезой я отправился к местному барыге. Посмотрим, что он мне сможет предложить за детектора. Но, как сказал жмых, на много рассчитывать не стоит. Бункер, где обоставался торговец, находился в паре сотен метров от деревни. Возле входа дежурил сталкер. По виду обычный человек. Та же серая кожаная куртка, капюшон, который накинут на голову, обычные штаны из плотной ткани и простейшие армейские ботинки. В руках парень вертел пистолет ТТ. Одарив меня изучающе с нисходительным взглядом, не проронил ни слова, я стал спускаться. Пройдя два лестничных пролета вниз и уткнулся в большую металлическую дверь, как в бомбоубежище. Недаром это место называют бункером. Дверь была приоткрыта, а возле нее стоял еще один сталкер. Одет он был куда серьезнее того, что остался на улице. На сталкере был такой же комбинезон, как и на мне. Лицо скрывало балаклава, а в руках он держал пистолет-пулемет Бизон или ПП-19. Вариаций калибра данного пулемета было несколько. Вероятнее всего, данный экземпляр был под стандартный пистолет-патрон 9х18. Сталкер окинул меня таким же взглядом, как и его предшественник. «Сдай оружие», сухо бросил он. «Тут ничего не поделаешь, пришлось повиноваться. Скинув автомат с плеча, я протянул его сталкеру. Тот молча взял его и положил в ящик стоявший рядом. Потом я протянул ему свой АПС. Он тоже отправился в ящик. ПБ из рюкзака я доставать не стал. Как только я сдал оружие, сталкер толкнул массивную дверь с такой легкостью, словно на ничего не весило, и пропустил меня к торговцу. Как только я переступил порог, дверь вернулась в исходное положение. Клиентская зона была небольшой, не больше двух квадратных метров. У одной из стен стояли металлические ящики, служившие когда-то шкафчиками для переодевания работяг на каком-нибудь заводе. Что они здесь делали и каков был их функционал, оставалось загадкой. Клиент торговца отделяла довольно массивная решетка с окошком для выдачи товара и принятия оплаты. За окошком располагался стол, на котором находилась стопка каких-то бумаг, настольная лампа и ноутбук. За столом чинно восседал лысый мужчина в возрасте, имевший тучное телосложение. Увидев меня, торговец откинулся на спинку стула и сложил руки на своем животе. «Так, так, так», прицедил торговец, «и кого же это ко мне занесло? Неужели это сам мутный пожаловал? Я уж заждался тебя, как догадался, что меня мутным кличут? Все очень просто. Всех сталкеров в деревне я знаю, а вот тебя я вижу впервые». Также волк рассказывал, что пришел новичок мутноватой наружности, от КМБ отказался и снаряга хорошая. Представился как рыжий. После его нарекли мутный за свою нелюдимую натуру и осторожное поведение. «Все новички ко мне чуть ли не в первый день приходят за работой, а вот тебя я заждался», торговец улыбнулся. «Если бы ты сегодня не пришел, я бы через пару дней сам пошел бы тебя искать». «Заинтересовал ты меня, парень, немногим это удается». «Вот оно как». «А ты как думала?» Лицо торговца приобрело серьезный вид. «Ну, ладно, это все лирика. Чем пожаловал?» «Да вот, счетчик один продать хочу. Возьмешь?» Я выложил счетчик на стол. «Что хочешь за него?» Сидор повертел прибор в руках и отложил в сторону. «Ну, так может, сам назовешь свою цену?» «Скажу тебе честно, данный аппарат много не стоит. Мне куда более интересно то, что ты хочешь за него получить. Мне для общей картины не хватает пары штрихов. Меняю на тушенку. Сколько банка стоит?» «Ммм, от 100 до 600 рублей. Все зависит от того, какую ты хочешь. 100 рублей стоит российская тушенка, ну, это полная хрень. Мяса нет, одна соя, да жира полно. За 200 рублей ты можешь приобрести ту же тушенку, только в саморазогревающейся банке. Натовская, блядь. Стоит 400 рублей и на полтинник дороже саморазогревающейся. Мясо тут добротное, но не такое, как в советской тушенке. Советская стоит 600, вот тут мясо как мясо, практически без жира». «Нехило, меняю на советскую». «Хороший выбор». Дам тебе три банки советской тушенки. Три саморазогревающейся натовки. Согласен? Что за неслыханная щедрость, и не говори, что это все за счетчик. Счетчик тут совершенно ни при чем. Сидор сел, положив руки на столешницу. «Это, так сказать, вклад в наше сотрудничество». «Ага, и этот тушняк я еще год отрабатывать буду». «Так не пойдет, давай по прайсу и разбежались». «Правильное тебе имя дали». «Правильное». «Ты действительно мутный парень, значит, голова на плечах есть». Сотрудничество заключается в следующем. «По тебе видно, что здесь ты долго не задержишься и откроешь проходы, минуя посты бандитов. А мне это на руку». «Эти там маршруты я у тебя и куплю». «Мне не с руки, чтобы сталкеры в деревне ошивались». «На чем я тогда зарабатывать буду?» «То есть ты даешь мне эту тушенку в знак того, что когда я найду безопасный проход или проходы, я продам их тебе и никому другому». «Именно так! Ты далеко пойдешь! Я людей сразу вижу!» «Ты не похож на простого Новика». «А если это будет парировал барыга». Сидор встал со своего кресла и углубился в недра своего бункера. Вернулся минут через десять, неся в охапки консервы и еще какой-то сверток, аккуратно положив нож на стол, протянул мне тушенку. «А в свертке что?» Уставился я на кулек бумаги. «В свертке, так сказать, подарок от заведения!» Сидор развернул сверток. На промасленной бумаге лежал новенький ПБ. «Такой у меня уже есть, нашел тут по случаю». Скинул рюкзак, достал пистолет и протянул его торговцу. «Ох, ну если его почистить, да смазать хорошенько, то может и будет работать. Могу поменять его на патроны к новому, пять пачек, согласен?» Сталкеры говорили, что ты жадный и покупаешься почти за бесценок. А тут такие подарки. К чему все это? Мне это напоминает торговлю героином, когда первый раз бесплатно, а потом люди несут барыгам все, что плохо лежит. «Ну, в нашем с тобой случае это не бесплатно. Тушенка за счетчик, патроны за старенький ствол, а новый?» «А, новый ты на спине под рюкзаком прицепишь», спокойно произнес торговец. «Будет как оружие последнего шанса, на тот случай, если автомат и основной пистолет не помогут». А барыгадел говорит, «Оружие последнего шанса должно быть. Вдруг патроны кончатся или стволы заклинят в неподходящий момент, ну или в окружение попаду и стволы придется бросить». «И все это ради маршрутов?» «Да, мне нужно, чтобы сталкеры приносили хабар, они сидели у костра и выпрашивали еду. У меня от заказов почта разрывается, а работать некому». «Ну, тогда договорились». «Так, ну и в конце, как вы понимаете, никто лучше Сидора не продаст, поэтому скажу его словами». «По ссылке в описании вас ждут три важных дела, братья-славяне». Подпишитесь на канал Дзен Автора, подпишитесь на мой Бусти, там уже есть следующая серия. Буду тебе очень благодарен за поддержку, путник. И последнее, мой телеграм-канал, там вы сможете видеть быстрее остальных анонсы и получать иногда тушенку. Редактор субтитров